Готовые шипованные колеса на спортбайк не продаются, поэтому делать их приходится самостоятельно. Существуют разные способы шиповки под разные условия эксплуатации. Например, для исполнения трюков на льду лучше подходят короткие и частые шипы, а для езды по снегу редкие и длинные. Перед тем, как покупать саморезы, необходимо определить их длину под конкретную резину. На разные модели покрышек длина саморезов отличается. В нашем случае достаточно, чтобы шипы были от 1 до 1,5 см и как можно чаще. Обычный строительный саморез с плоской шляпкой хорошо держится и отлично подходит для этих целей. Шиповать лучше всего хаотично, чтобы рядом стоящие шипы не попадали в одну борозду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Для заднего колеса потребовались саморезы на 5 мм длиннее из-за толстого протектора. Шиповка утомительное занятие. Удобнее всего для вкручивания саморезов использовать шуруповерт с длинной битой. На оба колеса у нас ушло 10 тысяч саморезов. После того, как все саморезы вкручены, необходимо наложить на шляпки защитный слой, чтобы не протерлась камера. Мы использовали армированный скотч. Стандартный вентиль удаляется. Из него можно сделать резиновую шайбу на вентиль камеры под посадочное место на диске, чтобы сосок не терся об угол. Один борт и камеру легко накинуть вручную. Снаружи вентиль фиксируется шайбой и гайкой. Второй борт лучше посадить в шиномонтаже. Для установки шипованных колес на мотоцикл придется снять переднее крыло и хагер, чтобы их не повредить. Надеемся, информация была полезной. Подписывайтесь на канал, чтобы смотреть новое видео первым. Продолжение следует...